Вода. Ты от неё зависим. Предлагаю тебе избавиться от этой зависимости. Говорят, что по истечению трёх дней без воды ты почувствуешь нереальную лёгкость, научишься летать, а также обретёшь вид от третьего лица. Что-то я далековато отошёл от темы видео. Так уж вышло, что в этом видео, которое ты не видел и которое я тебе советую посмотреть, ибо оно крутое, и ещё посмотри это видео, ибо оно тоже крутое. Длиннее в этом видео я упомянул мод Origins. По глупости я думал, что он уникальный для МЦП, а оказалось, что нет. И видео о нём есть даже у некоторых известных личностей. Поэтому я решил брать быка за рога и, вспомнив про террарию под водой от Молвина, решил повторить это, но только в Майнкрафте. Тиверп тебе, мой дорогой зритель, мой не коллегсиус, и это Майнкрафт под водой. Итак, для работы мода надо включить эксперименты с их случайными, без читов. Выбираем эту расу, вот такие у неё плюсы и минусы, а класс выбираем без класса. Да, начало во многом зависит от рандома. Если вы заспаунились в месте, где нет поблизости воды, то ваша задача найти ближайший источник воды. Желательно океан, желательно с кораллами. И на всё это у вас есть одна минута, ибо именно столько длится эффект дыхания под водой, который и даёт вам находиться на поверхности без вреда для здоровья. К слову, данный эффект только уже на 10 секунд вы будете получать при перезаходе в игру. Запомните, это понадобится для финала. Ежели водоём рядом есть, то просто добываете как можно больше дерева, прыгаете в воду и отправляетесь в увлекательное путешествие с поиском подводных шахт, кораблей и руин. Также я вам не советую выкидывать удочки, ибо с их помощью можно ловить рыб-фу, которая нам понадобится чуть позже. Хотя её можно ловить и без удочки, но с удочкой безопасно. Добываем железо, уголь, камень, всё как обычно. Переплавляем железо, делаем кирку и два ведра. Ведро воды и так вещь хорошая, но в этом прохождении она ещё лучше, ибо позволяет нам передвигаться по поверхности без ущерба для здоровья. И вот уже с ведром воды вы передвигать по поверхности должны будете найти озеро лавы, ну либо же алмазы под водой. Хотя и на поверхности тоже можно попытаться, но это гораздо сложнее. Всё-таки подводные каньоны для вас более благоприятное место. Сказать, что мне повезло в этот момент, это ничего не сказать. В первой попытке я искал подобное место, но найти его не смог. Умер. Несколько раз. Потерял все свои вещи. У меня бомбануло, я пересоздал мир. А тут я напоролся на него совершенно случайно. Благодаря этому месту можно свободно построить портал в ад без алмазной гирги и при этом находиться в полной безопасности. Однако, если вы собираетесь проходить Майнкрафт под водой, то лучше просто ищите озеро лавы. Да, это будет не так комфортно, но зато это будет в разы быстрее и легче. Однако, портал в ад был создан и активирован. И именно тут я и остановился. Проблема проста. В аду воды не так много, как могло бы показаться на первый взгляд. Да, да и притащить сюда с собой свою и пользоваться ей вам запретят законы Майнкрафта. Так, как там выживать? Ну, есть четыре с половиной способа. Первый, это самый элементарный. Вы просто постоянно перезаходите и получаете 10 секунд дыхания под водой. Если у вас слабый телефон, то это тот еще геморрой. Ибо на слабых телефонах ход в мир будет занимать достаточно много времени. Особенно, если в этом мире есть моды. Второй, изделие подводного дыхания. Оно вам даст от трех до восьми минут безмятежной жизни без воды. И крафт вроде несложный. Тут нам, кстати, и понадобится рыбофуку. Однако, и тут есть проблема. А точнее, два элемента. Огненный порошок и адский народ, без которого вы не сможете ни одно зелье в Майнкрафте с крафт. И именно из-за этого способ работает только если ты заспамнился прямо в крепости около эфритов и нароста. Может быть ли такое, я глубоко сомневаюсь. Однако, он вполне может дополнять другие. Тут да, в этом он хорош. Можно, конечно, попытаться найти игл, где, ну, по сути, должны быть недостающие компоненты. Ну, вроде они там есть, я толком не помню. Но игл спавнятся, ну, очень редко. Третьим способом является зачарование дыхания под водой для шлема. И да, данное зачарование полной неуязвимости вам не даст. Только увеличит время вашего дыхания и уменьшит урон от задыхания. Или как это еще можно назвать? Ну, когда человек задыхается, как этот процесс? Короче, ты понял. Шлем с таким зачарованием можно найти в данжах. А также сделать самому, используя либо книгу, которую можно либо выторговать, либо найти в тех же данжах. Либо используя стол зачарований. В принципе, способ пусти легче, но не стильно. Ибо все равно это фармится все долго. Черепаший шлем. Или как там называется, самый бесполезный предмет всего Майнкрафта. Ну, конечно, после золота и тебя. Он дает постоянное дыхание под водой. Однако его фарм это тот еще геморрой, который займет кучу времени, сил, нервов. Потому что зомби дебилы. Ну и все в этом духе. Хотя и при всех этих недостатках он наиболее безопасный и наименее сложный. Поэтому я думаю, если я когда-нибудь и пройду Майнкрафт под водой, то я пройду его именно этим способом. Ну и половина способа это шар смены расы. Расу можно сменить с помощью данного предмета, который можно либо получить командой, либо выбить с Иссушителя с шансом в 1%. Вообще, способ отличный, легкий, проходите именно им. Почему я не прошел игру при таком большом количестве способов? А потому что говно спавн мне просто не повезло. Да, мне повезло с тем каньоном, но в аду я заспавнился под слоем лавы, назарака. И вдобавок еще начали пиглины спавниться у меня в шахте какого-то фига. Я пытался с помощью перезаходов, однако напоролся на лаву, а когда решил просто посмотреть в режиме зрителя, как там все, увидел то, что крепость буквально рядом. Но копаться до нее, потом подниматься по блокам, а там еще ждут меня мобы, я все-таки не решился, ибо... Мне лил. Пройти Майнкрафт под водой более чем реально. Уверен, у тебя это не получится, но зато получится у кого-то другого. Шучу, не получится ни у кого. Ну а на этом все, напоминаю, что по ссылке в описании ты найдешь крутой телеграм-канал с анекдотами, новостями и мемами. Также напоминаю о том, что мой ник Алексиос, подписывайся, ставь лайк, комментируй, дачи и окоп.